Всем привет, с вами председатель. И сегодня мы поговорим про театры. Посетим Государственный Академический Большой Театр России, или просто Большой Театр, который расположился в самом центре Москвы на Театральной площади. Мы рассмотрим не только архитектуру театра, увидим роскошь главной исторической сцены, но мы еще спустимся на большую глубину, практически на уровень станции метро. Что же это за помещения были под Большим Театром и как они тогда использовались? Когда вообще эти помещения были построены и для чего? Углубимся в историю строительства этого театра, сравним его историю с историями других театров в Санкт-Петербурге, Одессе, Лондоне и Милане. Везде одни и те же пожары. И у каждого театра практически одинаковая история. Удивительно. Вы часто спрашиваете, каким образом у меня получается находить и сопоставлять всю эту информацию? Честно сказать, не знаю. Могу лишь порекомендовать вам тренажеры для мозга Викиум. Для улучшения производительности мозга и развития познавательных функций. На онлайн-платформе Викиум вы сможете найти множество тренажеров и специализированных курсов, направленных на раскрытие потенциала человеческого мозга, развитие реакции, памяти, мышления и внимания. Этот проект создан учеными и экспертами в области нейропсихологии. На основе предварительного тестирования составляется индивидуальная программа тренировок и в игровой форме непринужденно вы будете развивать свой мозг, личностные качества и специальные навыки, которые помогут вам как в учебе, так и в вашей карьере. Я стараюсь ежедневно выделять время для тренировок, так что переходите по ссылке под этим видео и будем тренироваться вместе. Ну а мы начинаем. Многие мне ставили в упрек, что я мало обзоров делаю по Москве. Ну что ж, в этот раз Москва. Очень знаковое и известное строение Москвы, которое запечатлено на самой популярной банкноте 100 рублей. Здание Большого театра, одного из крупнейших театров России, а также Большой театр, один из самых знаменитых в мире театров оперы и балета. Строительство именно этого здания относят к 1856 году. Это классический архитектурный стиль, выполненный по проекту Осипа Баве. Обязательно коснемся этой личности. Но сама история театра, а именно постройки театра на этом месте, уходит аж в 1794 год, когда еще театр был частным. Во времена правления Екатерины II в 1776 году губернский прокурор князь Петр Васильевич Урусов получил высочайшее соизволение императрицы содержать театральные, всякого рода представления, а также концерты, воксалы и маскарады. И вот князь Урусов начинает строительство театра, который располагается на правом берегу реки Неглинки на улице Петровка. Именно по названию улицы он был и назван Петровским. Давайте попробуем сосчитать, сколько же пожаров пережил Большой театр, сколько раз это здание перестраивалось и меняло свой облик. Вы знаете, я думал, что пожары уничтожали только храмы, но нет, театры горели еще похлеще. Так вот, театр князя Урусова сгорел еще до его открытия. А так как князь вложил в этот театр практически все свое состояние, после пожара ему пришлось передать дела своему компаньону, английскому предпринимателю Майклу Медоксу, некому английскому инженеру и театральному антрепренеру. Именно его считают основателем Петровского театра. Удивительно, что совершенно нет портретов ни Мадокса, ни князя Петра Васильевича Урусова. И вы представляете, Петровский театр был возведен в рекордные сроки, меньше чем за полгода. Он был первым построенным в Москве публичным театральным зданием такой величины, красоты и удобства. Согласитесь, что с самого начала начинается фантастика. Как обычно, информацию я беру с официального сайта Государственного Академического Большого Театра России. Ссылку на его историю я оставлю в описании под этим видео. Представьте себе приблизительно такое по величине здание, которое строится меньше, чем за полгода. В других источниках есть более точная информация. Он был построен за пять месяцев. Согласитесь, какие-то немыслимые сроки. Учитывая, что театр строится рядом с рекой Неглинкой, а как я уже говорил, театр был построен на правом, неизменном берегу Неглинки, который в весеннее время превращался в долго непросыхающие болота. Поэтому нам говорят, что здание стояло на деревянных сваях из моренного дуба. К сожалению, точное число свай первого Петровского театра нам не говорят, но я думаю, оно должно быть приблизительно схоже с замыслом Осипа Бове, который перестраивал театр в 1821 году. Так вот тогда для свай под фундамент было забито 4800 штук сосновых бревен длиной в 9 аршин. Это 6,5 метров. Мне кажется, пять месяцев только бы эти сваи вбивали. Да, я совсем забыл сказать, что проект и строительство театра выполнил малоизвестный и ничем не выдающийся архитектор Росберг Христиан Иванович. Ну, как обычно, у нас в самых культовых зданиях принимают участие никому неизвестные архитекторы. Можно примерно представлять себе размеры этого театра, если в 1787 году к этому зданию был пристроен маскарадный зал, общая площадь которого равнялась 995 квадратным метрам, а общая высота этого зала была 12,8 метров. И вот этот вот пристроенный маскарадный зал Петровского театра общей величиной превосходил построенный почти в то же время колонный зал благородного собрания архитектора Казакова. Это нынешний Дом Союзов, который находится по соседству, тут же, рядом с метро Театральное. Конечно же, я купил экскурсию в Большой театр. Скажу сразу, она не стоит тех денег. Согласитесь, полторы тысячи рублей для часовой экскурсии – очень солидная сумма. На двоих она обошлась нам три тысячи. Неужели столько стоит посидеть рядом с царской ложей? Или полюбоваться красотой сцены и зрительного зала? Но я в Большой театр пришел за другим. Мне были очень интересны его подземные сооружения. Вы, например, знали, что глубина этих помещений уходит на 27 метров под землю? Интересно, да? Но об этом попозже. В магазине Большого театра я приобрел одну очень интересную книжку. И меня действительно удивила цена на нее – всего 500 рублей. Тут описана история Большого театра, много планов, виды в разрезе этого театра. И вот смотрите. Петровский театр – продольный разрез из альбома Маддокса 1797 года. Здесь хорошо нам показан уровень земли, вбитые сваи, кирпичные фундаментные столбы. Очень удивительно, что такое большое здание строится не на ленточном фундаменте. Но на что я хочу обратить ваше внимание, что здесь совершенно нет никаких подвальных помещений. Мы потом еще вернемся к этому продольному разрезу. Итак, Майкл Меддокс построил трехэтажное кирпичное здание с белокаменными деталями и подтесовой крышей за пять месяцев. И торжественное открытие театра состоялось 30 декабря 1780 года. Я не знаю, почему, но в те времена, видимо, содержание театра было не самым прибыльным делом. И вот сначала у русов, а потом и Меддокс из-за финансовых трудностей были вынуждены передать театр в казну. И театр стал императорским. Это случилось в 1794 году. До этого же у нас в основном все театры были частные. Мы прекрасно знаем, что такое крепостной театр, когда для развлечений или утехи барин из своих крепостных крестьян делал актеров в собственном театре. И в начале девятнадцатого века в подмосковных усадьбах насчитывалось более десяти крепостных театров. Кстати, одним из первых и наиболее выдающихся был крепостной театр Шереметьевых. Облиставшая на сцене крепостная актриса Параша Жемчугова стала женой графа Шереметьева. Все актеры принадлежали барину на правах собственности. Возможно, в начале эти театры были созданы для утех барина, то в дальнейшем они уже начали использоваться и в коммерческих целях. Вы понимаете, что актер крепостного театра был абсолютно бесправен. Его могли продать, наказать, отправить на тяжелые работы. Конечно, нам об этом не говорят, но я думаю, что эти актеры в первую очередь использовались и для удовлетворения сексуальных потребностей барина. А может быть, они и создавались в первую очередь для этого. Но давайте вернемся к зданию Петровского театра Мэддокса. В таком виде оно простояло ровно 25 лет до 8 октября 1805 года, когда и случился очередной пожар, уже второй. Из-за чего произошел первый пожар, нам доподлинно неизвестно. А вот про второй написано, что перед началом представления в 4 часа полудни по причине гардеробмейстера Карла Фелкера, бывшего с двумя свечами в гардеробе, вышедшего оттуда и оставившего он и там с огнем, сделался пожар, от которого весь театр сгорел. Вот так вот все дело в двух свечах. Вообще, очень трудно представить себе, как такие помещения освещались без электричества. Как тот же гардеробмейстер в этом гардеробе в одной руке держал свечи, а другой рукой снимал шубу и давал номерок? Или что же, везде эти свечи были расставлены, коптили, капали? А может быть, каждый приходил со своей свечой в театр? А представьте зрительный зал, смотрите, сколько здесь электрических светильников, которые, естественно, выдают свет помощнее, чем обычная свечка. Кто задувал все эти светильники, когда начиналось представление? И кто их опять зажигал перед антрактом, чтобы люди не выходили в темноте, в фойе? Ведь газовое освещение в Москве появилось только в середине 19 века. Вы можете себе представить, что над головой людей в партере висела огромная люстра с капающим на них воском. Да, историки так и пишут, что в партере люди сидели в шляпах, которые и защищали их от воска. Что ж эта люстра горела все представление? Ведь мы знаем, что опера может длиться и 3, и 5 часов. Кто же менял свечи на этой люстре во время представления? Кто их тушил и зажигал во время антракта? На официальном сайте Большого театра нам говорят, что люстра зрительного зала первоначально освещалась 300 масляными лампами. И чтобы зажечь эти масляные светильники, ее поднимали через отверстие в плафоне в специальное помещение. Интересно, не было случаев, когда поднимали люстру, помимо воска, на людей в партере лилось масло. Ну, если они были в шляпах, я думаю, им все равно. Сейчас, конечно, мы видим отверстие меньшего размера, и нынешняя люстра туда точно не пролезет. Почему-то сейчас не используют то помещение под крышей, и раз в год ее спускают вниз, чтобы помыть. Так и написано, что люстрам весом почти в 3 тонны на исторической сцене Большого театра моют один раз в год. Напомню, это люстра высотой почти в 9 метров. То есть представьте, какое должно быть помещение под куполом, что в него должна войти вся люстра, да еще плюс подъемный механизм, который готов поднять 3 тонны. Это мы еще не знаем, сколько литров было масла в 300 масляных лампах. Потом эта люстра перешла на газовое освещение. У меня очень много вопросов и к газовому освещению, но об этом давайте поговорим чуть позже. И что же получается? В 1805 году горит театр, трупа сгоревшего театра начинает давать представления в домашних театрах московской знати, потом строится деревянное здание на Арбатской площади, пока оно также не горит во время московских пожаров 1812 года. Позже этот театр размещается на знаменке в доме Апраксина, но то помещение было тесным и неудобным, помимо того, что в нем также случались пожары. И вот в 1816 году комиссия о строении Москвы, эта комиссия была как раз создана после ликвидации последствия пожара 1812 года, так вот эта комиссия объявляет конкурс на возведение нового здания театра и обязательным условием которого стало включение в постройку обгоревшей стены театра Мэддокса. Вы представляете, с 1805 года прошло 11 лет, и все эти 11 лет в самом центре Москвы, менее чем в 500 метрах от Кремля, стоит сгоревшее полуразрушенное здание Большого театра. И, наконец, проект сооружения театра был утвержден 10 ноября 1821 года. То есть, опираясь на эти данные, мы можем сказать, что развалины Большого театра в состоянии обгоревших руин простояли ровно 16 лет. Но не было до них никому дела. А, видимо, архитектурный облик Москвы они не портили. Или об этом вообще никто не задумывался в те времена. И вот уже архитектор Осип Иванович Бове или Джузеппе Бове приступает к восстановлению старого Петровского театра. Начинают строить фундамент театра. При этом часть фундамента сгоревшего здания были сохранены. И я вновь беру в руки приобретенную книгу, Большой театр, история сооружения и реконструкции здания. И здесь мы можем увидеть главный фасад Большого Петровского театра по проекту Бове, боковой фасад, план второго этажа, а также продольный и поперечные разрезы Петровского театра по проекту Бове. И вы знаете, опять никаких подвальных помещений в этом театре я не вижу. Ну, давайте пару слов о самом архитекторе. Джузеппе Бове. Как мы любим иностранцам давать русские имена. Так вот, имя Джузеппе, данное Бове при рождении, было переделано в Осипа Ивановича. После получения архитектурного образования он поступает на службу в 1801 году и работает под руководством Казакова и Росси в Москве и Твери. Вспоминая мой первый фильм про Казанский собор, где его архитектор Андрей Воронихин в конце 18 века едет за счет графа Строганова учиться в Москву у того же Казакова. Во время Отечественной войны 1812 года Джузеппе служит корнетом в Иркутском гусарском полку. Корнет это младший офицерский чин, ну, что-то подобие младшего лейтенанта. В свое время, когда я учился, звание младшего лейтенанта можно было получить в институте, где есть военная кафедра. Не совсем уверен, что архитектурное образование, которое получил Джузеппе в архитектурном училище, тоже давало право носить офицерский чин. Дворянином он тоже не был, родился в семье неаполитанского художника, который приехал в Россию для работы в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Ну, возможно, за какие-то другие заслуги Осип Иванович получает звание корнета, просто в его биографии это не указывается. Так вот, вернувшись на городскую службу в 1813 году попал в созванную специальную комиссию по восстановлению сожженной Москвы и уж не знаю, за какие заслуги был назначен главным архитектором фасадической части. То есть, понимаете, он отвечал за все фасады, то есть за лицо Москвы. И, как нам говорят, именно Бове сумел на этом посту обновить облик древней столицы. И с помощью утвержденного в 1817 году генерального плана Бове воплотил идею города-монумента во славу величия Российской империи. Но вот что интересно, звание архитектора от Совета Императорской Академии Художеств Бове получает только в 1816 году. Можно проследить похожую историю с Андреем Воронихиным, который тоже получает звание архитектора авансом уже после того, как его проект Казанского собора утвердил император Павел I. Так вот, под началом Бове в центре Москвы были перестроены торговые ряды в стиле классицизма напротив Кремля. Проведена реконструкция Красной площади. Снесены земляные укрепления вокруг Кремля и засыпан ров. Разбит Кремлевский Александровский сад, построен манеж, создана театральная площадь с Большим театром. За пределами центра Бове строят Градскую больницу за Калужской заставой, Триумфальные ворота у Тверской заставы. Ну а также по его проектам были построены многие храмы и церкви. Осип Иванович умер в 49 лет в 1834 году. Удивительно, что такой знаменитый архитектор, который, по словам историкам, действительно восстановил Москву после пожара 1812 года, не удостоен ни одной государственной награды. Тот же Воронихин, построив один Казанский собор, имел звание академика Императорской Академии Художеств, профессора Императорской Академии Художеств, Императорский Орден Святого Равноапостольного Князя Владимира, Императорский Орден Святой Анны. А вот Осип Иванович почему-то не удостоен был ни званий, ни наград за реконструкцию Москвы после Отечественной войны 12-го года. Мне кажется, это очень странно. Но давайте вернемся к Большому театру. Новый театр по проекту Осипа Бове открылся 6 января 1825 года. Согласитесь, даже 3 с небольшим года, за который был построен этот театр, это очень короткий срок. Но сейчас уж точно такой театр за 3 года никто не построит. Как же он был построен Мэддексом в 1780 году за 5 месяцев. И уже в этом виде театр простоял еще 28 лет до марта 1853 года, когда от пожара, длившегося несколько дней, уцелели только каменные внешние стены здания и колоннада портика. Это третий пожар Большого театра. Удивительно, что при всех этих пожарах не было людских жертв. Хотя я уверен, что строились эти театры вопреки всем нынешним правилам пожарной безопасности. Но, повторяю, опять людских жертв не было. После этого пожара театр опять был восстановлен за 3 года. В конкурсе на восстановление театра победил Альберт Катеринович Кавас. Да, вы не ослышались, он Катеринович. И опять открываем нашу замечательную книгу и видим проекты Каваса. Главный фасад, фасад со стороны сцены, продольный разрез театра, боковой фасад, план первого этажа, план третьего яруса, возможные продольные и поперечные разрезы. На самом деле удивительная книга. Но опять мы не видим никаких подвальных помещений. Все помещения в этом театре находятся не намного ниже уровня земли. Как нам говорят, после этого восстановление театра, основной объем здания и планировка были сохранены. А вот взамен погибшей при пожаре алебастровой скульптуре Аполлона с тремя конями над входным портиком поставили бронзовую квадригу. Аполлон. Один из наиболее почитаемых античных богов. Покровитель искусств, предводитель и покровитель мус. Ну и помимо всего прочего олицетворение мужской красоты. А в период поздней античности он олицетворяет солнце. Как вы думаете, если он олицетворяет солнце, то что же олицетворяют четыре коня? Пишите свои варианты, а я отвечу на это в следующем своем фильме. Ну и согласитесь, что Большой театр очень похож на Храм Солнца. Ну или Храм Аполлона. Конечно, скажете вы, театр это и есть храм. Храм искусства. Как вы думаете, театр это богоугодное дело? Как на это смотрела наша православная церковь? Со всеми этими статуями Аполлона и Мус? Ведь нам говорят, что в те времена практически все население России было набожным. Это не то, что нынешнее, атеистическое поколение. Но нам скажут, да, все были набожными. Ну просто мода была на все античное. В том числе и на древнегреческих и древнеримских богов. Только в прошлом фильме я рассматривал еще один Храм Солнца. Казанский собор. Интересно, а как обстоят дела с другими похожими храмами? Ну, я, конечно же, имею в виду театры. Санкт-Петербург. Большой театр. Ну или Каменный театр. Историки нам говорят, что первое здание Каменного Большого театра начали возводить в 1775 году. А его открытие состоялось в 1783. Хм. Смотрите, а в Москве историю театра принято вести с 1776 года. А торжественное открытие состоялось в 1780 году. Как все близко. Вот якобы как современники описывают здание Большого театра в Санкт-Петербурге. Снаружи он и представляет здание величественного вида. Над главным входом стоит изображение сидящей Минервы из карарского мрамора с ее символами. И на щите надпись, что в переводе с латыни «покоясь, продолжаю бдение». Здание имело 8 крылец, 16 входов, а копье Минервы служило громоотводом. В 1802 году император Александр I пожелал увеличить и отделать заново Большой театр. Сделать более парадным его внешний облик. И эту задачу возложили на французского архитектора Тома де Тамона. Все работы были выполнены за 8 месяцев. Необычайно короткий по тому времени срок. Ну, я бы так не утверждал. Мы только что читали про Московский театр, который был возведен за 5 месяцев. А здесь всего лишь отделочные работы. Но, как ни странно, Зодчий получил титул придворного архитектора за это. Удивительно, что и у этого великого Зодчего мы не нашли ни одного портрета. Вот у меня такое чувство, что московские архитекторы питерских не очень любили. Одним никаких наград и регалий, а другим все звания и ордена. Напомню, в 1805 году Московский театр сгорел. А в этом же году, в Петербургском, за необычно короткий срок, были завершены отделочные работы. А вот сгорел Петербургский в 1811 году. А спустя два года, в 1813 году, бедный Тома де Тамон, обследуя театр после пожара, упал со сцены и от полученных травм скончался. Театр открылся вновь только в 1818 году. Прологом Аполлон и Паллада на севере и балетом Шарля Дидло, Зефир и Флора. На музыку композитора Катарина Кавоса. Помните Альберта Катериновича Кавоса, который восстанавливал Московский театр в 1856 году? Катеринович, он не по матери, а по отцу, который в 1818 году пишет музыку для балета к открытию Большого театра в Санкт-Петербурге. Как все переплелось. Пожары, переделки, композиторы и архитекторы. Все в одну кучу. Но в Москве Аполлон, а в Питере Минерва. Но вы посмотрите, как похожи эти театры. Просто как две капли воды. Видимо, не только у наших церквей и храмов были каноны, но и у театров. Прям хоть сравнивай, куда смотрит главный вход во всех театрах мира. Смотрите, 1801-1811 год. Строится Казанский собор в Санкт-Петербурге. 1802-1805 расширение Большого театра в Санкт-Петербурге. 1806-1823 архитектор Захаров полностью перестраивает Адмиралтейство. С 1796 по 1802 строится Третий Исаакиевский собор. С 1819 по 1829 год строится здание главного штаба в Санкт-Петербурге. 1805-1810 годы тот же Тамаде Тамон строит здание новой биржи. Посмотрите, как оно похоже на театры или на храм Аполлона. И это я перечислил самые культовые здания Санкт-Петербурга, которые все строятся практически в один момент. И это несмотря на постоянные войны. А сколько всего в эти же годы еще строится в Москве? Тот же Тамаде Тамон в 1804-1809 году строит старый Одесский оперный театр. Там же в Одессе в 1806-1821 году военный госпиталь, фонтаны вдоль дороги из Петербурга в Царское село. Кстати, один из этих фонтанов сейчас находится у Казанского собора, а второй в Московском парке Победы. Представляете, сколько всего еще бы настроил Тамаде Тамон, если бы в 1813 году, обследуя Большой театр после пожара, не упал с лесов и не скончался от полученных травм. Помните, в прошлом фильме я вас призывал искать таких мифических героев, которые выполнили поставленную задачу и умерли? Очень много пришло писем, сейчас я разберусь немножко с делами и сяду за разбор этой почты. Ведь про этих мифических героев я тоже хочу сделать фильм. Я вам напомню почту, это культурный слой собакоджимейл.ком. Кстати, по поводу мифических героев. На ютуб-канале Русская Ясна вышел 34-й урок русской школы русского языка, который посвящен путешественникам Афанасию Никитину, который ходил за три моря, и Марко Полу. И оказывается, это тоже оба мифических героя. Ну или, как говорят еще, эти личности были персонафицированы. Обязательно посмотрите этот урок, он очень сильно отличается от всех предыдущих, и я действительно вам его рекомендую. Подсказка на него у вас появится в правом верхнем углу экрана. Но, возвращаясь к театрам. Одесский театр оперы и балета. Одесса получает строить право театр в 1804 году, став третьим городом с театром в Российской империи. В 1809 он был уже возведен. Ну и, как я говорил, автором этого проекта был французский архитектор Тамаде Тамон. В 1873 году театр полностью сгорел. Королевский театр Ковентгарден в Лондоне. Как нам говорят, первый театр здесь был построен аж в 1730-х годах. Ну, неудивительно, Англия родина Шекспира. В 1808 году театр был уничтожен пожаром, и новое здание было возведено за первые 9 месяцев. И в 1809 году уже состоялось открытие второго театра. Напомню, московский театр горит в 1805 году, питерский в 1811. Далее, московский театр горит в 1853 году, а лондонский Ковентгарден в 1856. А вот смотрите, пожар театра в Брюсселе в 1855 году. Как похоже и пожары, и театры. В этом же году открывается московский театр после восстановления от пожара Альбертом Катериновичем Кавосом. И, наконец, третий Ковентгарден был построен в 1857-1858 годах. Оперный театр в Милане, Ласкало, основан в 1778 году. Повторюсь, большой в Москве 1776, в Петербурге 1775. Что интересно, что в Милане театр строят на месте церкви Санта Мария Алла Скала, откуда произошло и название самого театра. Вот так вот, вместо церкви вертеп. Удивительно, как в одно время начинают строиться театры по всему миру. Практически точно так же в одно время начинают строиться метрополитены. Но метро это отдельная тема. Так вот, возвращаясь в Москву, в Большой театр, я посетил подземные помещения. И, представляете, они находятся на уровне московского метро. Знаете, на какой глубине? Вот, послушайте. Сколько метров под землей, получается, вырыли? Двадцать... Двадцать... Двадцать семь метров, да? Спасибо большое. Двадцать семь метров. А вы удивлялись 18-метровым подвалом политехнического музея? Ну что ж, давайте зайдем в Большой театр и спустимся на эту глубину вместе. Кстати, как я и говорил, в нашей одежде можно и в пир, и в мир. Если рубашки из предсельмага вы уже узнаете на других людях, то с брюками мы продолжаем экспериментировать. Смотрите, мужские хлопковые брюки. Они прекрасно дополнят ваш повседневный образ. Они выполнены из мягкого, прочного и теплого, почти стопроцентного хлопка. Ткань плотная и бархатистая. И цвета очень актуальны. Черный, коричневый и черно-коричневый. Эти брюки подойдут точно ко всему, что вы на себя наденете. Два кармана по бокам, оригинальный крой, прямой силуэт. Брюки очень комфортные и совершенно не сковывают движение. Как вы видите, идеально с хлопковыми и льняными рубашками. Это отличный подарок как себе, так и близким. Помните, наша одежда не маскирует вашу индивидуальность, а подчеркивает ее. Ну и давайте подземные этажи Большого театра в Москве оставим на следующий раз. Поверьте мне, есть чем вас удивить. Ну а на этом сегодня все. Следующий ролик ждите на следующей неделе. А вы не забудьте оценить это видео. Если вам оно действительно понравилось, ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Председатель. Увидимся в будущем. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!